Ладно, ребят, идём дальше. Значит, ближе к телу. Ещё раз показываю. Это уже тоже не смешно. Почему я сейчас напомню вам? Это очень важно для тех, кто хочет иметь абрикосы. Итак, проколы были. То есть я рассказывал, что люди, которые купили у меня статифицированные косточки, получали большую часть, половину, три четверти проснувшиеся, сразу садили, и всё получалось. А часть покупали сухими. Там все это похуже. И нашёлся человек, который сказал, больше выписывать не буду. Я хочу, чтобы вы меня прислали сажаться. Ну, то есть плохие результаты были, прислали мне саженцы. Я тогда вспомнил, взял, ещё раз показываю вот эту вот картинку. Почему? На ней вы видите состояние дела России. Я не преувеличиваю. Вот когда в 41 тысяча подлость невероятная, да? Вот это. Невероятная подлость. Ведь кто-то ж купит. А вот это вот, на фотографии, умирающий абрикос. Ещё раз. А это умирающий абрикос. Он обречён. 100%. Даже осенью, когда листья начинают жухнуть, он так не выглядит. Поверьте, я тот самый, который я себя назвал, помните, как? Я себя назвал садовый патологанатом. Вам патологанат, он говорит. Он умрёт после съёмки. Тем не менее, это дама Марина. Вот. Продаёт от 3,5 тысячи до 12 тысяч. Теперь смотрим, почём продаёт Сергей. Он продаёт привитые. Ну, скажем так, от 1 до 2 тысяч. Но привитые. Но они того стоят. А это что за дама? Это дама моя. Рубенница. Вот, вот видели, мальчика, который пытается вырастить и заработать на этих... На Вигеля. Что там 9 этих посадил. Вот. Так вот. Ну, грядка. Я просто ради того, чтобы вы видели, что она умеет работать. А на самом деле, раньше было посажено эти же самые сеянцы абрикосово. И я показал в фильме в отдельном, как она абрикосово сеянцы. Не просто сеянцы, а самосев. Там боролась с травой, да? В другом месте. То есть у неё получились две грядки. Это всё. Есть самосев, есть посаженое. Продаёт по 500 рублей. Продавали. Их ещё... Они ещё вот такие. Самосев уже вот такой. Сейчас, прошу прощения. Ой, Михалыч, извини. Провожу... Неудобно говорить. Я провожу лекцию по интернету. Завтра тебе мне нужен больше на 10 минут. Ладно? Ну, не могу я говорить. Лекцию читаю. Неудобно. Пока. Так. Теперь. Так, 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 так. И так, значит, они к осени вырастут. Она их будет продавать по 500 рублей. Заказы начать принимать сейчас. Потому что до осени надо ещё на чё-то жить. Вот. На чё-то надо жить. Значит, результат этого моего рекламного ролика, или как назвать это? Рекламная пауза. Это фамилия Мельникова, Юлия Сергеевна. Это её телефон, по которому можно поговорить. А я вот хочу... О, заметьте. Не это дерьмо, что на фотографии. И не по 12 тысяч, а по 500 рублей. А предоплату она возьмёт 20% пока. Зачем нужна предоплата? Дожить до осени раз. Ну, 20% там, сотни. Вот. Дожить до осени раз. Это тоже немаловажно. И второе. Значит. Вы знаете, как бывало. Запишите, запишите. Когда-то я наивный. Записывал всех подряд. Я обещал кому-то 5 абрикосов, кому-то 3 персика. Ну, и так далее. Приходила осень. Кто-то сам находился. Или весна приходила. Не обязательно осень. Кто-то сам находился. Кто-то молчал. Я начинал обзванивать. Здравствуйте, здравствуйте. Это Железов. Кто? Железов. А вы кто? А это человек, который у меня заказал в готе. Вот. Заказал и забыл. Потом я кладу трубку через... Обычно это так. Это даже система. Минут через 5-10. А-а-а! Сентябрь, октябрь. Вот сегодня поговорили. Деньги выслали. На другой день пошла посылка. Я боюсь. Но я постарше ее, сами знаете. На целое поколение. Значит, поняли, да? Теперь так. 20% это касается абрикосов. И еще будут сюрпризы. Но я о них пока молчу. По сюрпризам. И я говорю, пока молчи тоже. А то все в жизни бывает. Буквально вчера присылают опять. Целый регион опять покрыт этим... В общем, град все уничтожил. В другом регионе опять снег выпал. И еще не все. И еще несколько регионов. Мы только пообещали минусовую температуру. И общать. И еще будут потери, потери. Ну, давайте... Ну, в этом году минус 9 было. На абрикосы спали. А остальные, яблони, груши, сливы, они покрепче. Поэтому ожидаю хороший урожай. И как пример для подражания. Ну, кто сказал, что если сегодня 27 мая, что будет 29 или 30 мая? И я не знаю. Мы в такой стране живем. Это называется... Есть у нас две поговорки. Первая страна с непредсказуемой историей. Но это нас не касается. И вторая страна вечно зеленых помидор. Звучит, да? Итак, посмотрели. 20% кому нужны. Пока речь идет только об абрикосах. Сеянцах. Так, теперь телефон привязан к карте Рбербанка. А этот телефон ее. Но он пока вам не нужен. Вначале надо договориться. А потом уже, может, пригодится и такое. Далеко они всем. Так, и, наконец, я вот это нажимаю. Это тоже очень важно. Смотрите внимательно. Мы с вами попали куда? Вот. Внимание. Инновационная разработка. Институт агроэкологии. Ваулин Александр Юрьевич. Доцент кафедры. Но он же еще и на момент общения со мной, он был уже директором. Так вот. Значит, я хотел сказать, что есть вот такие вещи. Мы, наверное, навсегда станем врагами. Вот. Потом почему? Потому что, значит, он сделал величайшее открытие, что выращивать надо на месте. А я об этом Талдычу, ну, лет... Ну, в общем, как только 20-й, 21-й век. Начал, да, лет почти 25. Я об этом Талдычу. Посадил Погущу, лучше остались на месте. Но он из этого сделал целое открытие. Инновационная. Инновационная. Вот. Но, в принципе, он прав. Только что за мной повторил. Пассивно, постоянное место позволяет ТТТ, глубокую якорную, корневую систему, и так далее. ТТ, значит, вот все, улучшает, водоснабжает. Ну, тут есть такое выражение. А это, по-моему... Это то же самое, знаете, как сказать? Взять в докладе и сказать. Я сейчас докажу, что вода мокрая. Об этом все знают, что она мокрая. Нет, докажу, что вода мокрая. А вот ты докажи, что бывает горячий снег. Вот тут бы ты сделал открытие. А вот что вода мокрая. И что вот. Но это не все. Я сейчас все найду. Он, когда он меня кинул, по-русски говоря, когда он... Это же не единственное его... Это самое... Я не буду сейчас все это читать. Вот. Самое главное. Это мои... Это... Ну, начну с конца. Когда он получил урожай с моих сеянцев. Вот таких. Я специально превращил это к рекламе Мельникова Юлия Сергеевна, моей племянницы. Почему? Потому что именно такие сеянцы, которые она вам продаст, а и сеянцы, это чуть более культурные. Не от манчжурского патриарха, а от его потомства. Но он уже от патриарха получил такое, 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 такое. Видите, разное название? Разное эти. Самое. Это значит, что у него теперь вот столько сортов. Ну, сортов образцов, ладно, не буду придираться. Такое, такое. Ну, еще пару фотографий. Я... Вы не поняли еще, к чему я говорю? И, наконец, он нарочно это сделал, не нарочно. Я имею к этому прямое отношение, могу придираться, могу злиться, могу его критиковать, имею право. Это, это мои сеянцы. Доказывать я здесь не буду, у меня есть доказательства, я говорю в другом месте. Внимание, ради вот этого. Абрикосовая... А вы понимаете, в чем надежда ваша? Абрикосовая пластация в 12-м году 30-ю косточками от корнесом своих абрикосов. Не косточками, это он обманывает. Поняли? А дальше зимний мороз 37 выдержали. Заморозки минус 7 выдержали. Вот. Урожайность, это молодые. Четвертый год, значит, вот такое, 20-58. Дальше опустил своих соседей, у которых было не 58, а полкилограмма из дерева. Вот, на всякий случай. Ну, понятно. Он же выдающийся товарищи тут. А еще другие ученых, 0,3 килограмма из дерева. Здесь он подчеркнул, выделил мои, мои подчеркнули. Железово, железово, мои сеянцы, никаких косточек. Это мои сеянцы. Вот. И не дай-то Бог, если будет баллотироваться в академике, он резко рванул вперед. Он резко рванул вперед. Вот это все не практически считалось невозможным. Вот он получил культурное. Из сеянцев манджурского абрикоса. Настоящего, единственного в своем роде, трехэтажного, огромного дерева, которое невозможно спутать. А это манджурский патриарх, которому исполнилось 40 лет. А я вам еще покажу, что он натворил, этот патриарх. Я, еще раз, я когда-то говорил об этом, но у меня выхода нет, не выжить нам, понимаете? Три недели ни одной косточки не заказали. Уже цена почти половина. Простили меня, идем дальше. За вот эту вот рекламу. Простили меня, идем дальше.